МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Контрактники идут на войну в Украину отомстить за Крокус. С таким заявлением на прошлой неделе выступило Российское министерство обороны. Ведомстве похвастали рекордным набором в армию на контракт. Мол, лишь за несколько дней в ряды российских вооруженных сил вступили тысячи новых рекрутов. Поиски украинского следа в теракте в Крокусе явно происходят не просто так. Причем террористическое нагнетание касается не только Крокуса. 2 апреля ФСБ публикует кадры, снятые якобы в Псковской области, на которых мы видим десятки икон. Внутри этих икон российские спецслужбы якобы нашли гексоген, который Украина пыталась ввести в Россию через Латвию. Для чего? Просто чтобы учинить что-то нехорошее, говорят российские спецслужбы. Во вложениях икон обнаружено пластичное взрывчатое вещество повышенной мощности, гексоген. Мощность данного взрывчатого вещества в полтора раза больше мощности тротила. Массы изъятого взрывчатого вещества достаточно для подрыва пятиэтажного жилого дома. Конечно же, пропагандисты увидели на коробках с иконами украинскую маркировку и наклейки с надписью «Черновцы», которая указывает на то, что коробки с иконами отправили действительно из Украины. Ну, конечно, если бы украинцы хотели отправить на территорию России взрывчатку, они обязательно бы написали на коробках что-то на украинском языке и не забыли бы указать город, в котором это все упаковывалось. Ну, а почему, собственно, не черновцы? Да уж, со времен визитки Яроша, похоже, мало что изменилось. Бесовщина, богоборцы, сатанисты, ну и далее по списку. Российская пропаганда не стеснялась в выражениях в адрес Украины. Груз якобы отправлялся в Москву, чтобы устроить теракт на Пасху. Ну, а кто мог заказать иконы из Украины? Ведь, как говорят сами пропагандисты, в России достаточно из собственных производственных церковных мощностей. Чего из Украины иконы-то тянуть? Тем более, что торговли между Россией и Украиной уже давно вроде как нет. Конечно же, широкая аудитория уверенно рассказывает о так называемых спящих террористических ячейках. Эксперты расходятся во мнении, что все это может означать. Новый поход на украинскую столицу и возобновление попыток взять Киев, что называется, за три дня. Или еще что. Но многие говорят о том, что, скорее всего, в России идет новая волна мобилизации. Украинский президент даже озвучивает потенциальное число этих новобранцев. 300 тысяч не факт, что это конечное количество мобилизуемых военных. Второе, согласно информации нашей разведки, к 1 июня они должны быть готовы мобилизовать 300 тысяч. А потом подготовка в России очень короткая. Мы видим по уровню подготовленных российских бойцов на фронте. Поэтому им понадобится примерно месяц, чтобы иметь такой объем людей. А может, в Москве снова задумались о нанесении ядерного удара? Благодаря Путину уже каждый ребенок знает, что ядерное оружие делится на стратегическое и тактическое. Первое, более мощное, такое за всю историю планеты Земля применялось лишь однажды. В бомбардировке Хиросимы и Нагасаки. Тактическое же ядерное оружие слабее и за всю историю вонь еще не применялось ни разу. Те, кто хоть что-то понимает в войне, говорят, что применение ядерки нецелезообразно с военной точки зрения. Это оружие скорее имеет террористический политический эффект. Опять же, давайте вспомним Хиросиму и Нагасаки. Поэтому говорят, что Путин вряд ли дотянется до той самой ядерной кнопки. Хотя на самом деле еще в 2015 он же признавался, что всерьез рассматривал применение ядерного оружия в ходе незаконной аннексии Крымского полуострова. Помните тот так называемый документальный фильм «Крым. Путь на родину». Я говорил им прямо, я же так же, как вам сейчас говорю, открыто совершенно, что это наша историческая территория. Там проживают русские люди. Они оказались в опасности. Мы не можем их бросить. Сейчас тоже поговаривают, что были потуги, как говорит путинская пропагандистская свита, жахнуть. Но давайте подумаем, насколько это реально в сегодняшних условиях. Мы действительно готовы к ядерной войне. Но с военно-технической точки зрения мы, конечно, готовы. Они у нас постоянно находятся, постоянно находятся в состоянии боевой готовности. Путин демонстративно тягает за собой тот самый черный чемоданчик. Дистанционный пульт управления, если выразиться совсем просто. Согласно российским законам, действительно, решение о применении ядерного оружия принимает одна особня. Президент. Нигде не написано, что он что-то с кем-то согласовывает. Есть такой документ основы государственной политики России. И он регламентирует использование ядерного оружия. Там указано четыре причины, когда Путин может нажать ту самую красную кнопку. Среди них атака России или союзников баллистическими ракетами. Если против России или ее союзников применяют ядерное оружие или вообще любое оружие массового поражения. Ну или если противник атакует критические важные государственные объекты России. Ну и если под угрозой само существование Российской Федерации. Есть еще, правда, один документ. Военная драктрина России. Там указаны только две причины для применения ядерного оружия. Это ядерный удар по территории страны и, опять же таки, угроза существования самой Российской Федерации. Из всех этих формулировок только применение ядерного оружия. Четко и понятно. Очевидно, против России его сегодня никто не собирается применять. А вот все остальные – это что? Все, что угодно, можно назвать угрозой существования Российской Федерации. А какая инфраструктура будет критической? Наиболее креативная в этом вопросе, конечно же, Симоньян. Помните вот этот ее выброс слов в атмосферу? Если произвести в сотнях километрах на нашей же территории, где-нибудь над Сибирью, термоядерный взрыв, например, ядерный взрыв, то ничего не будет на земле. Ничего такого страшного. Ни ядерные зимы, которые все боятся, ни чудовищной радиации, которая умрет всех, убьет всех вокруг, а кого не убьет, те умрут в течение 10 лет от онкологии. Этого ничего не будет. А что будет? Так это будет выведена из строя вся радиоэлектроника. Потом, конечно же, Симоньян сказала, что ее слова перекрутили, и даже пропагандистским СМИ пришлось извиняться. Что ж, такая в России традиция – извиняется не тот, кто сказал чушь, а тот, кого назначили виноватым. Но об этом в другой раз. Как я уже сказал, я лично не нашел нормы, что Путин должен с кем-то согласовать принятие решения о применении ядерного оружия. Но просто так проснуться и нажать кнопочку у него тоже не получится. Приказ он отдает министру обороны. У того такой же чемоданчик и начальнику генштаба. Все втроем должны его одновременно авторизовать при помощи того самого черного чемоданчика. И существует вероятность, что рука, по крайней мере, одного из трех все же дрогнет в последний момент. Если у этих все же не дрогнуло, то сигнал идет дальше, войска и уже в военной части, в чем распоряжении находится та или иная часть арсенала, приказ передается по довольно длинной цепочке. И на каком-то этапе у кого-то рука все же может не подняться. Ну, если верить в остатки человечности. Я напомню, что такой сложный и довольно длительный процесс касается лишь стратегического оружия. С тактическим все проще. Малый ядерный заряд могут нести те же самые «Искандеры», которыми уже сегодня Россия терроризирует Украину изо дня в день. При этом в последние недели мы видим, как российская военная инфраструктура чудным образом самовоспламеняется от ударов неизвестными дронами. Вот кадры из Татарстана. Конечно же, их уже видели все. До Татарстана от украинской границы более тысячи километров. Конечно, для сил обороны Украины крайне важно отрезать российский тыл от передовой. Поставки оружия, военное производство, которым так кичится Путин, ну и нефтеперерабатывающие предприятия. Без топлива вести войну в современных условиях в Москве будет сложно. Есть такое понятие, как психологический порог. Оно работает во всех сферах – в экономике и финансах. Ну и в войне тоже, собственно, работает. Украина давно просит у западных стран ракеты, способные поражать военные цели на далеких расстояниях. Какое-то количество таких ракет Киеву поставили. Но это количество сильно ограничено, как и ограничен функционал таких боеприпасов. В последнее время заголовки западной прессы носят все более пессимистичный для Украины характер, говоря о сценариях войны от плохого до худшего и о том, что помощи будет все меньше, а получить ее будет все сложнее. Итальянская «Ля Република» со ссылкой на источники пишет, что в НАТО уже даже идут разговоры о том, чтобы попросить Киев уступить Путину оккупированные территории в обмен на гарантии безопасности и членство в Альянсе. Зеленский называет такие предложения нечестными и предательскими. Киев неоднократно подчеркивал, что это война России против Украины. Это война на выживание. Путин поставил под вопрос не только существование целой независимой страны, но и весь мировой порядок. Делается и говорится это все, как правило, в откровенно хамской форме. Это все то же самое проявление вот этого колониального мышления. Все время мы слышим, все время звучит. Вы должны, вы обязаны, мы вас серьезно предупреждаем. Вы кто такие вообще? Какое вы имеете право кого-то предупреждать? Однозначно можно сказать, что украинцы сумели адаптироваться и научились выживать в каждых новых сложившихся обстоятельствах. Россия начала полномасштабную войну, перегруппировались, собрались и отбросили путинские войска назад. Противодействуют российскому флоту не имея собственно. При колоссальном разлете в силах и средствах линия фронта стабилизирована. И по крайней мере сдерживать вторую армию в мире получается у украинцев вполне эффективно. Ну и собственно атаки в глубоком российском тылу. Я же не просто так сказал о психологическом пороге. Когда дроны начали долетать до Москвы и ее элитных районов, голосок задрожал даже Усиманьян, которая пытается слыть железной кнопкой российской пропаганды. А тут еще и цель подальше. Во-первых, теперь мы видим, что пресловутая российская ПВО не всесильна и может защитить далеко не все объекты. Россия огромна и закрыть небо над всей страной у Путина не хватит ресурсов никогда. Это просто нереально. Ну и во-вторых, когда стирается понятие тыла, даже у российских граждан просыпается осознание того, что они привели войну и в свой собственный дом. Ну и в-третьих, военная целесообразность очевидна. Предприятие в Татарстане это не просто так себе предприятие. Это завод, на котором, согласно данным украинской разведки, собираются те самые иранские дроны-шахеды, которыми Россия вершит террор на территории Украины. Хотя, конечно же, российские власти и пропагандистская машина рассказывают народу об атаке на безобидные общежития. Ну а если в теракты в Крокусе Москва пытается найти украинский след, то в атаке на военный завод в Элабуге, где было бы логично искать украинский след, россияне почему-то нашли след казахский. Депутат Госдумы Андрей Гурулев решил, что беспилотники могли запускать из... В общем, смотрите сами. Чтобы понять, откуда запустили. Не факт, что запустили из территории Украины. Но для этого сначала надо не гадать, а чтобы наши спецы четко определили место взлета и траекторию его полета. То есть остается два варианта, либо с нашей стороны, либо с западной стороны. Есть еще у нас республики Средней Азии, которые вполне возможны, потому что те степные районы, которые находятся в северо-западной стороне, они практически безлюдные, кто не знает. Они не контролируются ни с воздуха, ни на локационной станции. Провести можно что угодно. Поэтому как-то вот так. Казахстан Гурулев напрямую не упоминает, конечно, но не нужно быть экспертом в географии, чтобы взглянуть на карту и понять, что же такое в его депутатской голове зародило, и что потом вылетело через его депутатский рот. В сети еще и гуляла аудиозапись, где голос, похожий на голос Гурулева, якобы своим коллегам по палате, по нижней палате российского парламента, а не то, что вы подумали. Хотя, так вот, на записи якобы Гурулев рассказывает своим коллегам, что Казахстан насмотрелся на Украину и будет следующим. И такие заявления в московско-политической тусовке звучат уже далеко не впервые. Министерство обороны Казахстана предсказуемо возмутилось Гурулевской теории и все же, конечно, отрицало. Да, Гурулев это далеко не политик первого эшелона, но осадочек-то нарастает. Если учесть, что Путин имя президента Казахстана Такаева запомнить не может. Ну, в общем, вы поняли. Позже, правда, и сам Гурулев то ли прозрел, то ли протрезвел и начал все отрицать. Аудиозапись, мол, сымитированная при помощи нейросетей, а Казахстан он никогда не имел в виду. Классика, смотрите сами. Друзья мои, добрый день. Сегодня явная попытка на вражеских цепсошных помойных телеграм-каналах раскачать ситуацию твоего имени с нашими друзьями из республики Казахстан. Но это фейк, это хамство, конечно. Я понимаю, что нейросети поделывают все, что угодно, поэтому я вас призываю бдительными. Нас ни с кем не поссорят, а всю эту цепсошно-украинскую кодну мы в любом варианте победим. В этом контексте, мне кажется, интересна информация о том, что рушится мир. Я имею в виду российскую платежную систему, которая из-за войны Путина пришла на смену всемирным визе и мастер-картам. Все больше стран из-за западных санкций теперь отказываются с ней работать и, как вы понимаете, государства, которые Путин считает дружественными. Узбекистан, Армения, Казахстан и Кыргызстан тоже. Война она такая. Но вернемся к украинским беспилотникам. Американская СНН пишет, что украинские дроны теперь оснащены базовой формой искусственного интеллекта, что позволяет им выискивать нужные цели и уходить от российской ПВО. Это неприятная новость для российских военных, доступ которых к передовым технологиям теперь сильно ограничен санкциями. Хотя у России, конечно же, есть союзник. Помните, Лукашенко рассказывал о том, что помогал Арабским Эмиратам развивать технологии искусственного интеллекта. Стоял, так сказать, у истоков. Как ни странно, я стоял у истоков работы эмиратцев по искусственному интеллекту. Китайские там ученые, они их собрали, деньги дали, они серьезно работали. И они меня просили, чтобы я помог им работать в Беларуси. А Лукашенко, как вы догадались, я вспомнил не случайно. На прошлой неделе он съездил в Гродно. Выступил и сказал, что готовится к войне. На его слова даже отреагировал польский министр иностранных дел Радослав Сикорский. Правда, реакция была уж очень короткой. Пускай попробует, посмотрим, кто повредит, сказал польский дипломат. Правда, новость о том, что Беларусь готовится к войне, как-то плохо зашла в белорусское информационное поле. Об этом предпочли в основном не упоминать. Но когда упомянули, то на всякий случай потом новость удалили. Зачем же портить людям настроение, когда Лукашенко объявил, что собирается на седьмой срок идти? Короче, пока Беларусь с войной повременит.